добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики вот решил поюзать новую камеру и как раз сподобился счастливыми несчастным для кого-то случай давайте вместе с вами рассмотрим такую историю значит привезли эту батарейку буквально 5 часа назад и якобы она высаженная сказали что высадили давайте сделаем замер замеры я уже сделал записал проверил нагрузочной вилкой довольно таки интересная ситуация 590 ампер и мы видим уже 6 процентов об очки и выросла мрц 153 ампера пусковой ток у нас 0 процентов заряда но проблем это в чем было было напряжение напряжение было у нас 1072 1072 и батарейка как бы не подавала признаков жизни но проблема еще в чем при таких параметрах у нас плотности быть не должно но плотность у нас 128 рады 2 4 4 1 29 1 28 1 27 с половиной 28 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 27 30 примерно предыдущий банка одинаково это наталкивает не на мысль что в эту батарейку все-таки херанули по всей видимости электро лид плотность для такого напряжения очень маленькая вернее очень большая под конец дня блять уже начинают заговариваться друзья так что не судите строго ну что многие задавали вопрос как ты делаешь откачку как делаешь закачку заливку отливку отливку все вот это проще ну давайте попробую попробую показать у нас дистиллированная водичка здесь нам придется делать все-таки корректировочку потому что явно плотность не соответствует а батарейку нам нужно оживить блять куда ешь к истин гиперлитератор что плохо здесь на этой камере я не могу поставить на паузу придется не останавливать искать шприц переставил камеру немножко на лоб неудобно и вешать сильно тяжелое возможно нужно было глупостку взять ну ладно пока унывать не будем будем делать это то что имеем до логического завершения до конца так будем делать отбор беру по как забыл забыл уяснить уточнить и показать уровень у нас при заливки электролита до должны закрываться уши здесь видно не видно вот эти уши они должны быть прикрытые у нас они на одну треть открыты примерно так она будет стоять у нас все-таки надо было на телефон снимать ну ладно первую часть снимать на телефон то делаем отбор вот это вот у нас канистра для электролита делаем отбор по наберем по 30 миллилитров с каждой банки какой мутный электролит ты ее первый театр следующий по тридцать по тридцать и последние две баночки говорил что звук неважно принципе эту камеру я брал для именно для диагностики для работы на улице и смысл или смысл этой камеры заключается в том что мне на улице никогда выбирать ракурс я записываю в 360 градусов а потом при монтаже выбираю какой ракурс нам лучше так теперь набираем полный шприц и заливаем водичку до прикрытия до прикрытия наших ушей 70 миллилитров шприц 70 миллилитров он заканчивается на 60 и здесь еще десяточка так то есть 70 миллиметров мы сейчас заливаем смело и потом еще по десяточке плесканем кстати а вот этот вот глазок видим красный 3 4 5 6 так если мы забьем по 10 миллилитров то возможно нам придется при полной заре после полного заряда сделать отбор ну так как я предполагаю что здесь кислоты мере на немерено в этом ничего страшного не будет так набираем 60 миллилитров и еще по 10 миллилитров закачиваем то есть мы залили по 80 миллилитров каждую баночку на этом заливочка у нас прошла успешно прикрываем баночку и сейчас закинем в зарядный бокс так стендов пищите бокси бокси место так что у нас здесь свободно вот это так как конец рабочего дня на седьмой час уже на седьмой час уже яйяяяй все таки батарейка наверно замкнут а так все таки наверно замкнут 3 ампера пока дадим и батарейка очень быстро набрала напряжение это мне не нравится это мне не нравится так что у нас с напряжением держится 14 вольт если напряжение начнет сейчас падать то у нас не все потеряно напряжение потихонечку падает 13,9 ну-ка другое так мы сделаем следующего следующий трюк убавим топ до 2 ампер до полтора вот так полтора амперчика напряжение 13,6 упала так 1,4 ампера пойдет и в таком режиме мы оставим батарейку до утра а утром будем посмотреть чует мое слабое сердце что ладно не буду бежать впереди параллоза ну посмотрим посмотрим поглядим увидим прочухаем пронюхаем дальше сами можете договорить короче оставляя до утра а сам на выжиг сейчас наверно на выжиг я не проеду на коньках тоже просто в галоши прыгаю и дую до дома задержался еще на полчаса кое-какие делишки доделал и как видим полтора амперчика у нас давит по току и 13,7 напряжение почему снизил ток потому что я все-таки подозреваю есть подозрение что наша батарейка замкнута и на полтора ампера до утра и в принципе ничего не будет но если мы выставим ток побольше месте замыкания возможно пойдет термометрия и неизвестно чем это закончится в принципе страшного ничего не будет но тухими яйцами в гараже будет вонять это точно однозначно а пока батарея не успела еще за это время у нас каким-то образом нагреться смело оставляем ее до утра завтра утром продолжим наше кино друзья посмотрел вчера пересмотрел вернее вчера ролик который начал снимать на экшн-камеру и решил все-таки снимать в гараже на телефон экшн-камера она конечно нужна но в других обстоятельствах впрочем для этого я ее брал для того чтобы снимать на улице если бы я если бы у меня был какой-то экшн здесь кувырки с переворотом или если бы я жонглировал аккумуляторами то я бы конечно снимал на экшн камеру сама сама сумка он говорится и в южной африке сама сумка поэтому а в гараже буду снимать на телефон а как придут причиндавы или по-другому аксессуары которые мне понадобятся для съемки на улице это селфик палка и петличка микрофон то но начнем снимать уже на экшн камеру ну я заметил разницу напишите в комментариях как вы реагируете на то что я снимал начала на экшн продолжим на самсунг так ну а теперь давайте по делу как видим батарейка ведет себя не вполне адекватно как хотелось бы то что она подключена давайте проверим добавили напряжение и у нас появился ток так подъехали клиенты сейчас приму радостно приму клиентов и продолжим нашу увлекательную трансляцию зарядки приехали клиенты привезли он двух прослабленных парней а мы продолжим с вами разгадывать эту головоломку с этим ведмедем так не все понятно вернее совсем ничего не понятно как-то ведет себя батарея неправильно так заменяем плотность той корректировки которую мы сделали у нас плотность 18 напомню по 80 миллилитров мы залили в эту батарею так при проверке зарядной 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 разрядной нагрузочной вилкой вот эта баночка мне не понравилось ну как видим плотность тоже в таких же пределах давайте проверим плотность во всех банках 1.16 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 116 вот такая пляска пока по плотности ну что так чего нас глазочек светофор красный начнем работу на вымпеле так возьмем вот этот крайний вымпел много задается вопросов и пишут напрямую у меня есть такая батарейка допустим топа подскажите алгоритм зарядки ну друзья как можно подсказать алгоритм зарядки не видя аккумулятора не видим батареи нету таких алгоритмов которые можно применить абсолютно ко всем батареям относительно этой батареи все батареи ведут себя по-разному некоторые даже неадекватно так видим нрc 13 7 давайте втыкнем или вот к нём умочки что воткнул непонятно кому воткнув вот как лихо батарейка моментально разогналась до 17 вольт уменьшим немножко напряжение только ставим на этом же уровне 16 8 и посмотрим как наш вид видметь будет вести себя дальше так ток стремительно падает мое предположение по поводу заливки она наверное уже не предположение не предположение не предположение уже уверенность я больше чем уверен что скорее всего в эту батарею был дэлит электролит раненько продолжим работу буквально 22 минуты вот проработали с этой батареи и ток у нас упал до 1 и 1 ампер поэтому мы сделаем следующий ход конем увеличим напряжение заряда 11 ампер нам для поднятия электролита самого низа будет недостаточно мало увеличиваем напряжение до 17 вольт почему я это сделал друзья но как заявил производитель здесь вот у нас батарея кальций кальций и вот это кем технология путь то есть пластины выполнены по технологии просечки так что у нас там внутри видим кипения по моим предположением опять же это предположение что эта батарейка пережила перезаряд возможно на автомобиле а возможно и и где-то пытались обслужить на трансформаторе на трансформатором устройстве которая не имеет обратной связи и она очень легко мать и ds так видим уже буквально 22 минуты плотность у нас уже один двадцать двадцать . при всем при том что мы сделали корректировочку 119 один 20 один 19 с половинкой почти 120 почти 120 119 так и при такой плотности что нам показывает светофор светофор по-прежнему красный батарейка абсолютно холодная но смысле не абсолютно термометрия мы не видим хотя вот это вот баночка вроде как чуть-чуть теплее вроде как чуть-чуть вроде не вроде так родненько продолжим наша свистопляск почти час мы проработали на выпили и как мы заметили сразу что напряжение окончания заряда у нас легко дошло до 17 вольт сейчас это напряжение на чего буквально минут 10-15 тому назад она начала потихонечку подать до 16 9 мы должны напряжение которое мы зафиксировали 17 вольт немножко поддержать таким образом мы это можем сделать подпором тока потоку это делать бесполезно поэтому напряжение напряжение мы будем подпирать напряжение то есть немножко приподнимем его напряжение поднимаем напряжением правой руки вот так вот делаем 17-1 но 17-1 нет давайте вот так вот установим 17 вольт ток у нас вырос соответственно слегка и теперь в этой батарейке каждые полчаса надо мерить плотность так плотность у нас 1,21 1,21 1,21 ну посмотрим за динамикой роста и возможно нам придется делать еще одну корректировку ну давайте дождемся окончания этого цикла батарея по-прежнему холодная так ну чтобы это было более наглядно давайте возьмем пирометр вот так вот 13,14,15 да вот это вот вот у меня рука здесь 16 вот да у меня рука все-таки лучше пирометром работает и вот здесь вот чуть-чуть все-таки прогрев есть чуть-чуть незначительный ладненько работаем дальше два часа почти десять минут продлился однажды заряд давайте заглянем внутрь что там светофор зеленый нет светофор показывает нам проезд запрещен так отключая откидываем клемму и дадим батарейки отстояться так плотность 1,21 давайте пройдемся по всем баночкам 1,21 с половинкой 1,21 тоже 1,22 1,22 дело в том что если заливали а скорее всего что заливали сюда электролит то заливали 1,22 на глаз с бутылки ориентировочно 1,22 1,22 вот здесь даже поболее 1,22 с половиной время у нас без десяти час дадим батарейки пару часов отстояться без подключения к зарядному пусть поработает инертный заряд ну батарейка прогрелась до 18 вольт и явных признаков того что какая-то из банок греется быстрей мы пока не наблюдаем поэтому так вот это вот у нас еще проблемный аккумулятор был абсолютно сухой залил почти по 300 миллилитров каждую банку так ну ладно это совсем другая история у нас это у нас батарейка готова сейчас буду звонить клиенту 1,28 плотность эти две тоже готовы так ну что через два часа продолжим друзья для вас незаметно а для меня заметно пролетели два часа давайте первым делом замерим параметры что нам давай работа что там светофор по-прежнему у нас не работает так 590 вспышку отключаем так 64 процентика показывает 474 амперчика есть nrc 136 сопротивление 584 ну в принципе батарейка уже рабочая крутящая батарейка стоит на десяточке так подключили мы наш лампелочек и теперь включаем в сеть опачки так ставим 3 ампера и посмотрим до какого ноза долетит наша батарейка после отстоя не скажу что стремительно но быстро набирает батарея как до гребет до максимальных значений включу опять запись блин забыл запарился забегался заблудился короче надо было же замерить нам плотность последствия давайте посмотрим ну плотность 1,23 1,23 1,23 1,23 давайте я сам замерю не буду вытягивать растягивать ролик в принципе я думаю что по всем банкам эти значения будут на одинаковом уровне пока батарейка набирает набрала по две точки давайте 1,23 а здесь 1,23 а здесь 1,23 с половиной даже 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 23 1,23 2,23 а здесь меньше 1,22 а здесь меньше ну посмотрим нам особо выказябликоваться выказябликоваться не стоит потому как большая 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 часть кислоты у нас она дефундирована в промежность пластин и если мы вытащим хотя бы так как мы сделали ну будем так говорить глубокую коррекцию если мы вытащим плотность до 1,27 будем считать что дело у нас в шляпе с этой батареей пока работать мы прекратим нужно отправить ее в эксплуатацию на улице весна где-то я читал что после весны наступает лето а лето это теплый период ну с владельцем этой батареи переговорил чтобы он все-таки подскочил ко мне через месяцок через пару месяцев или месяцев дабы отследить как эта батарейка будет держать плотность ну теперь тормозим пока запись так а чего у нас а у нас уже 17 пока мы хихикали 17,1 даже так немножечко уменьшим напряжение подопрем напряжение напряжение 17 вольт вот так время 3 продолжаем работу очередной дозаряд у нас продлился 2 часа 9 минут и вымпел мне курсуну николаевич давай завязывай но сегодня достаточно давайте проверим что он там нам на у и верьте так отключаем крокодилы давайте замерим первую очередь плотность плотность 1,24 почти что 23,5 23,5 теперь давайте замерим температуру 20 градусов 21 здесь вот 20 градусов 20 градусов на батарейке время 10 минут почти 6 сегодня работу с этой батарейки я прекращаю дадим ей отстояться до завтра но отстаиваться она будет не просто так а с таким небольшим выебоном то есть отстаивается отстаиваться она будет отстаивать свои интересы на буфере что нам это даст так что у нас там какой-то цвет поменялся что ли вроде как зеленкой запахом нет непонятно так где у меня фонарик сейчас возьмем фонарик а нет по-прежнему красно красно прекрасно или красно-зелено красно-зелено бево непонятно почему отстаиваться будет на буфере если мои подозрения имеют под собой какую-то почву не подозрение а предположение подозрительное предположение или предположительные подозрения если на самом деле был залит электролит так как он глубоко диффундирован в поры его не так-то просто оттуда и вытащить и отстой в режиме в буферном режиме буфер недозаряд нам поможет потихонечку от этой кислоты избавиться так как у нас пластинки будут в некотором напряжении под под действием гравитации эта кислота потихонечку будет покидать поры аккумулятора а завтра с помощью до заряда мы постараемся вытащить эту кислоту и смешать ее с со всей массой электролита то есть распределить эту кислоту по всей плоскости пластин и постараемся или попытаемся поднять плотность как я уже говорил ну план задачи 1.27 завтра посмотрим после парочки до зарядов я надеюсь парочку мы завтра сделаем а возможно один загадывать не будем блять не будем уже загадывают сижу загадывают не будем будем и завтра короче война план покажет что у нас там как пойдет попрет плотность в крайнем случае даже на 1.26 даже на 1.26 мы работу с этой батареей возможно прекратим так подключаю нашего китаезу вот так ах ты блять не тут вот тут вот у нас получилось верхней подключить и так у нас этот китаец 13.6 поддерживает буфер ну этого нам будет вполне в принципе достаточно остается 45 минут до окончания работы пойду поковыряюсь нет не в носу а поковыряюсь наверное со снегом выйду на улицу подышу свежим воздухом откидаем немного снег но возможно потом и в носу поковыряюсь что делать наш теменский ведмедь прокайфовал под капельницей всю ночь блин интересно с какого медведя они решили сделать вот эту вот фотку фотографии то ладно это бурый медведь гималайский блять нет не гималайский точно похож на гималайского или гризли ну по всей видимости фотография одно а сами возможности это батарея вот панда тоже медведь скорее всего надо было сюда пандочку нахерачить потому что ни одна батарея вот это вот ни одна с привавка вот это вот что записано она не выдает это сто процентов проверено мной как видим светофорчик у нас зелененький отключаем нашу капельницу и давайте проверим что же у нас по параметрам начнем с конвей итак производители панды заявили 590 ну давайте проверим 70 процентов 495 амперчиков 13 64 на р.с. 557 сопротивление но судя по всему вот это надпись заменить она связана именно вот с этим показателем которое у нас большое если бы этот показатель был в пределах пятерочки то конвей скорее всего написал бы ах ох какая хорошая батарея хорошая батарея но что видим то видим так давайте замерим потность но все баночки тыркаться не будем замерим первую первую так 124 и последние 124 так продолжим наше кувыркание подключаем вем пилочек подключаем ты блять подключаем вем пилок чтобы никто не волк так а нс и 13 6 яростная нс с утречка и и включаем вем пилок в сеть как видим очень резко побежал в напряжение очень стремительно также также будем работать на 17 вольтах или вольтах и следить за термометрией и перемешиванием электро лита что ж погнали наши городских городские позади мы впереди мы впереди или спереди короче дело к утру ну что друзья как кони пронеслись полтора часа и вымпел нам оформил запись заряда кончик давайте замерим плотность так замерим плотность плотность 1,24 по-прежнему по-прежнему 1,24 по-прежнему 1,25 почти это уже не по-прежнему так вот вот это баночка 1,25 1 почему-то двадцать четыре с половиной 1,25 1,25 и 0,25 0,25 1,25 1,25 1,25 все в порядке спасибо зарядки 17 градусов 18 17 18 градусов так вот эта баночка немножко греется так батарейка забыл сказать батарейка 1221 то есть декабрь 21 года ну друзья закономерно наверное у вас возникнет вопрос чего это я взял что в эту почему у меня появилась вот это подозрительное предположение или предположительное подозрение что в эту аккумулятор в этот аккумулятор залили электро лид исходя из вот этих всех параметров которые мы увидели в начале как бы вот подтверждение моей гипотезы моего перед положение привезли вот такую точно такую же батареечку видим там 1221 здесь 08 21 точно такая же ружья вид мире и вот такие показатели 6 процентов заряда давайте вспышку ключи 26 процентов посоху 301 ампер выдает батареи сопротивление 918 уровень здесь отличный будем так говорить с учетом разряда при разряде батареи уровень электролита в аккумуляторе будет падать и с 6 процентами заряда вот этой баночки чуть поменьше по 10 миллилитров буквально водички долью и при 6 процентов мы смотрим плотность так естественно в этой баночке будет побольше потому что электролита поменьше водички выкипела больше 1 15 в этих баночках у нас побольше электролита уровень соответственно плотность будет поменьше 1 13 давай уже сама сумка фокусируйся здесь тоже самое 1 13 11 13 и в этой баночке чуть чуть поменьше ну и плотность тоже баночка отстает 1 12 вот таким образом в эту батарейку никто не лазил эта батарейка от с момента покупки и до сегодняшнего дня не имела каких-то связей с аккумулятор щеками даже вот при вскрытие при открытии вернее пробок пробки настолько закисли что повыразили даже с крышки но это я сейчас ставлю заправленное место ну таким образом можно сделать вывод что если аккумулятора не касалась рука блять человеком нельзя такого человека назвать аккумулятор щека то как бы аккумулятор щека то плотность должна иметь вот примерно такие параметры здесь же у нас вы прекрасно видели весь процесс у нас происходит от начала до конца на ваших глазах поэтому как то так отключаем зарядное и даем батарейки пару часиков отстояться продолжим чуть чуть позже после отстоя батарейка стоялась два с лишним часа давайте замерим плотность 125 плотность 125 125 ну что ж давайте еще одну точку попробуем вытащить с помощью одного дозаряда ну здесь 125 с половиной почему-то почему-то напишите в комментариях 125 125 125 124 с половиной так он наш еще один грязь не стоит этот наш муренький так и посмотрим какое нрc два с половиной числа часа число и нрc 13 3 вольт и это говорит о том что у нас еще достаточно вполне кислоты так наверное давайте сделаем следующий вот конем увеличим напряжение окончания заряда до 17 с половиной и посмотрим до каких значений до гребет наше напряжение окончания заряда нам надо вытащить оставшуюся кислоту и звонить клиенту пусть забирает свою батарейку и катается свои удовольствие наш медвежонок очень легко и просто до прыгал до 17 4 вольт но это очень много попробуем уменьшить ток до 2 ампер вот так вот 2 амперичка 17 2 вольта ну-ка 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 посмотрим как будет происходить процесс перемешивания давайте замерим температурку температурки нет практически 1517 вот это вот сторона у нас слегка и грелась слегка грелась поработаем с таким напряжением и попробуем выбить окончательную плотность и требуемую для нас плотность так что продолжим работку 2 часа 10 минут продлился наш до заряд отключил зарядное устройство этот момент не удалось записать так как сидели друзья я парень стеснительный поэтому не стал это записывать давайте замерим плотность температура 19 градусов вот эта сторона чуть-чуть на пол градуса у нас прогрелась замерим плотность так давайте замерим в двух банках так плотность 126 по этим пяти банкам плотность везде одинаковая и вот это вот у нас баночка отстающая 125 на одну точку но думаю что блять ночью я думаю так друзья на этом работу с этой батареи нам следует прекратить немножко больше уровень где-то на примерно на один сантиметр залив больше воды и от этого сантиметра этот сантиметр как раз есть точка которая нам не достает это первое второе та часть кислоты часть электролита которая дефундировалась в пластины за ту работу которую мы провели практически ну очень тяжело вытащить эту кислоту единственное правильное решение сейчас будет отправить батарею в работу в эксплуатацию и встретиться с клиентом скажу клиенту чтобы обязательно подъехал через месяцок-другой чтобы промониторить состояние батареи провентилировать как у него обстоят дела с параметрами так давайте сделаем некорректный замер ну ориентироваться нам можно на тот замер который мы делали утром перед началом до зарядов эта батарея по меньшей мере она к тем параметрам вернется сейчас вот 590 так а что я мерил а вон у нас катод привезли вот такую батарейку сейчас буду ставить ее на ночь кто-нибудь сталкивался первый раз вижу такую батарею это производитель калининград близкая область так 65 процентов ну батарея отстоялась минут десять наверное как я ее отключил друзья только что отъехали так nrc 1358 479 амперщиков мы имеем на борту сопротивление 577 ну сопротивление вроде как меньше не помню прежние параметры но по моему меньше там что-то было 580 или 590 так сок у нас 65 процентов но после отстоя после отстоя мы поменьше по меньшей мере батарейка доползет до семидесяти процентов которого мы видели параметры не важны для этой батареи батареи год ну чуть больше года 1221 так год 1222 да и результат это в первую очередь неправильное обслуживание химические реакции не имеют обратной силы и если вы попробуете добавить в сладкую воду соль то эту соль вы уже никогда в жизни не извлекете потому что пройдет химическая реакция смешивания диффузии то же самое происходит и в батареях достаточно один раз неправильно обслужить батарею для того чтобы либо частично либо полностью вывести ее из строя вытащить ее из работы и плюсом к этому я уже говорил об этом что вот эти батарейки вид меди вот эти они с прилавка не выдают того что у них заявлено производитель явно лукавит явно набивает себе цену в отличие от некоторых батареях по крайней мере аком они зачастую эти батареи акомовские батареи наоборот перекрывают те параметры которые заявлены и особенно реактор реактор это вообще пинга среди батареи но это мое личное мнение сугубо личное мнение я его никого не навязываю не рекламирую ничего ну друзья получится такой ролик не знаю получился не получился пишите в комментариях очередная батарейка мною обслужена из этих десятков сотен а может и тысяч батарей почему выбрал именно ее потому что думаю что вам такой случай станет интересный он неоднозначный не типичный будем так говорить и вот мы его с вами вместе с вами разобрали довели работу до логического завершения что хочу сказать друзья ну много комментариев когда спрашивают блин вот у меня есть батарейка как ее зарядить друзья определенных каких-то советов я дать не могу с каждой батареей нужно работать отдельно для того чтобы понять этот принцип у кого-то уходят годы но если вы хотите понять этот принцип работы с аккумулятором ну потратьте потратьте немножко времени на просмотр информации которую выкладывают в ютубе в принципе это наверное и все друзья всем здоровья удачи благополучия любви ласки улыбок берегите свои батарейки всем пока пока друзья вот вчера хлопнул по батарее и как бы этим закончил ролик но осталась какая-то все равно недосказанность и ролик получился не совсем чесночный так как батарею еще не забрали пока она здесь приехал утром и решил все-таки сделать дописку к этому ролику поэтому опять добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики давайте сделаем замер после отстоя чтобы это было более правдоподобно и более честно так друзья вот проводить буду тест на тестере по по е н вот написано 590 ампер здесь не указаны но замер делаю по и и честно говоря я устал уже землю есть доказывать некоторым комментаторам которые вернее у которых айкью зашкаливает за Эйнштейна и которые пытаются что-то что-то доказать замеры нужно проводить строго по технологии ЕН ну строго по технологии ЕН проводить замеры вначале вникните суть замеров это мне надо покупать ради того чтобы я удовлетворил их какие-то предвзятости морозильную камеру охлаждать батарею в течение суток до минус 18 градусов и потом брать секундомер ну хуй с ним секундомер у меня как бы в телефоне найдется нагрузку равной номинальной нагрузки номинальной емкости батареи и замерять сколько продержится эта батарея с нагрузкой но друзья вот в этих тестеров как бы их не хаяли здесь уже сделаны поправки поправки именно на то что производиться замеры будут при нормальной температуре плюс 10 плюс 20 минус 10 минус 20 ну особой роли это уже не играет здесь просто прошит алгоритм вычисления и благодаря этому алгоритму мы имеем вот такие показатели понять можно конечно этих хейперов мы же провинциальные там колхозники и у нас интернет ведрами а у них интернет бочками поэтому начинают какие-то блять не домыслы а какие-то рассуждения блять ты не прав ты ну не прав не прав хуй с ним проходите мимо честное слово достали уже так после отстоя делаем замер имеем на борту 71% по суху 500 ампер пусковой ток сопротивление 552 и так НРЦ 13 с двумя нулями и вот эта заветная надпись которую мы стремились чтобы нам тестер ее нарисовал АКБ исправно батарейка будет эксплуатироваться на десяточки давайте еще для хейтеров блять сделаем замер плотности как говорит один блогер хейтеры люблю вас ай оперный театр блять так ставлю на паузу сосок выскочил из трубки так вставил сосок плотность блять 1.26 почти 1.27 крайняя баночка 1.26 все мерить не буду потому что ролик уже и так больше часа получился и 1.26 есть это это баночка которая у нас отставала отставания на одну точку у нас связано я уже говорил с тем что немножко не угадал с водой переливом ну так как у нас теплый сезон будет лишняя вода она выпариться ни отборы ни корректировку электролитом я делать не буду оставлю в таком состоянии и батарейка уйдет в эксплуатацию надеюсь еще послужит хозяину те параметры которые мы с нее вытащили были они были бы гораздо лучше если бы эта батарея если бы в эту батарею не заливался электролит и так как эта батарея разгоняется сверх того напряжения которое жевательно ясно понятно ясно и понятно что эту батарею где-то разгоняли именно перезарядом и скорее всего перезаряд был с перегревом вот это последствия как бы вот таких разгонов поэтому батарея легко долетает до 17 вольт в принципе сейчас душа моя угомонилась успокоилась так у нас что там и вот теперь на этом месте я думаю что ролик можно считать полностью завершенным и законченным и досказанным так что придется наверное хлопнуть еще раз по батарейке берегите друзья свои батарейки правильно и своевременно их обслуживаете ну и сами конечно не болейте радуйтесь жизни чаще улыбайтесь близким просто в зеркало радуйтесь что вы есть что вы сегодня проснулись всем удачи всем пока пока пока